И всем привет ребят, с мистером Валькесю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами находимся в нашем специальном аккаунте. Сегодня у нас в игре появились новые устройства на гром из ультраконтейнеров. Ну и в принципе появилась возможность выбить безумно большое количество интересных устройств. Я зашел на свой замечательный специальный аккаунт, приобрел большое количество ультраконтейнеров и по быстрой схеме открыл их и выбил новое устройство на грома, которое называется снаряды наковальня, которые мы сегодня вместе с вами протестируем и посмотрим, как они себя проявят вообще в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, не забывайте про розыгрыш по тегу, итоги которого будет в это воскресенье на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов для этого в аккаунтике. Устанавливайте мой личный такток Тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну и сегодня я надеюсь, что нам удастся протестировать качественно это устройство. Для начала мы еще зайдем на Википедию и посмотрим, есть ли вообще это устройство там. Если оно имеется, то посмотрим его характеристики и то вообще, что оно делает. Ну а дальше уже отправимся в бой и будем рассматривать это устройство непосредственно сразу в бою. А информации у нас нету, вообще никакой информации по этому устройству у нас на Википедии нет. Так, ну ладно, раз нет информации, мы пикаем быстрый бой, ну и посмотрим, что нам предложит, во-первых, матчмейкинг, во-вторых, как вообще работает это устройство, потому что я вообще не знаю, что оно делает, да, и насколько оно эффективно, неэффективно, нагибает оно, не нагибает. Сейчас мы все это дело рассмотрим. Может быть это какая-нибудь новая лютая имба. И сейчас получится дать хорошего контента, результата с ним. Так, меня закидывает на Йоркшир в ЦП. Я буду на Викинге с как раз-таки громом на кризисе. Ой-ой-ой, очень медленно летят снаряды. Так, это что-то похожее на, получается, кувалду. Так, а что у нас с уроном на расстоянии, например? Оп, 500 копейки, да? Ух, 2000 критик залетел, вкусненький. По ДАшному? По ДАшному был крит 2000 или нет? Я немножко не помню. Очень медленно летят снаряды. 200 урона. 200 урона. 200 урона. 200 урона. Критов нет. С плэшом тоже есть такой же урон. И критом 1700. 1700 с крита. Хорошо. На расстоянии прям супер маленький урон. Но что у нас будет, например, в упоре? Так это кувалда 2.0 получается. Это, походу, кувалда 2.0. В моем понимании это кувалда 2.0. Потому что на кувалде сейчас механика устройства прям ровно так же само работает. Так, пробуем в упорчик. 2000. Сразу на контактик. Сразу на контактик 2 косарика. Походу, в упорчике там просто цифры очень хорошие. Так это кувалда. Если в упоре хорошие цифры, то это чистейшая кувалда. Только единственное, на кувалде я не знаю, есть криты или нету. Но что-то мне подсказывает, что это прям точь-в-точь такое же самое устройство. Прям точь-в-точь. Да, то есть вот по полету снарядов я могу сказать, что это прям очень схожая темка. Да, ну и урон на расстоянии прям супер маленький. То есть это гром ближней дальности. Но а сколько там на ближней дальности? Сколько там на ближней дальности? 200 урона. 200 урончика. В упорчик 200. 1700. Ну, вроде как, если я не ошибаюсь, то я последнюю кувалду, которую тестировал, то там цифры ровно такие же самые вылетали у меня. Ровно такие же самые. Вот плюс-минус что-то в этом же духе было. То есть это просто ближний бойный гром, который можно вот так вот на ближней... Ух! 3400 разыгрывать. Но как только у вас будет расстояние с противником, то урончик, конечно, будет максимально... Максимально слабый. Максимально слабый. Прям максимально. Я еще хотел бы сейчас посмотреть, что там с кувалдой. Что там у нас с параметрами кувалды. Так, какой-то додос происходит или что, не знаю. У нас уже в последнее время какие-то лаги присутствуют в последние пару дней. Но... Тут пока что не критическое. Так, ну вот у нас упорчик. 1700, да? Если посмотреть параметры кувалды... Что там написано интересного? Так, урон плюс 45%. Дальность слабого поражения минус 80. Дальность полного поражения минус 80. Критический урон отсутствует. Скорость снаряда минус 50. Короче, это кувалда 2.0. Здесь просто дополнительно есть еще криты. Да, то есть там нет критов. А здесь есть такая же самая механика устройства. Только еще дополнительно здесь есть критический выстрел. Дополнительно просто есть еще криты. Но урон прям только на маленьком расстоянии хороший. Только на маленьком расстоянии. Сейчас попробуем раскрутить эту кувалду. Ну, наковальню вообще. Наковальню с как раз таки овердрайвом. Посмотрим под овердрайвом вообще, как она все проявит, покажет. Но, честно, это, наверное, не то устройство, которое хотелось бы видеть на грома. Да, в рамках именно новых устройств. Хотя, в принципе, на эту пушку, наверное, и так очень много всяких разных устройств имеется. И здесь уже больше, наверное, проблема выбора пушки. Можно было выбрать какую-нибудь другую пушку для подобных устройств. На грома у нас и так там устройств, наверное, 15 есть всяких разных. И у нас добавили еще одно новое. Да, поэтому не знаю, к чему так много устройств на одну пушку. Ну и по очкам вы видите, что ситуация у меня, конечно, ну не сказать, что топовая. Я, как всегда, падаю контентовый минус. И, конечно, топовая. Сколько у нас тут? 9 киллов. При этом мы ведем по точкам. Но вот единственное, только хочется сейчас оверку реализовать. Посмотреть вообще, что будет с овердрайвом. С овердрайвом будет ли контентик с овердрайвом? Будет ли какая-нибудь вкусная накидочка по доуди? Если по доуди контентик будет, то тогда, в принципе, наверное, неплохо. То, наверное, неплохо. Так, ну вот здесь в упорчике базаранье очень хорошие цифры в упоре. Очень хорошие. Прям очень. Но как только дистанция у нас разрывается между противником, то урон сразу становится в разы меньше. Так, овердрайв. Вот сюда, наверное, мы возьмем. Смотрим. 150, 200, 3000. Ну вот видите, как очень сильно меняется урон с упора. Но здесь вот есть еще дополнительные криты. Да, с критов можно тоже неплохие тыки подавать. То есть ваша задача прям играть максимально близко с противником. Максимально близко. Но, другой вопрос. Вы играете максимально близко с противником, но у вас же гром со сплэш-уроном. И прям супер в упор вы играть не можете, соответственно. Потому что вы будете тогда сплэшом наносить урон по себе. Здесь еще есть определенные нюансы, которые нужно тоже учитывать. Ну и... Ну такое. Такое себе. Я честно вам скажу, что я не особо сильно на сегодняшний момент времени поддерживаю подобного рода устройства. Из-за того, что на средней дистанции, на большой дистанции вы все-таки на громе будете играть намного больше. Ну, по большей части, наверное, на средней дистанции. Да, и... Ух! Ну вот если криты такие залетать будут, ну то тогда хорошо. Хорошо. Если вот такие криты будут залетать, то это будет контентик. Но другой вопрос в том, что таких критов суперчасто не будет. Таких критов суперчасто не будет. Но в упоре очень сильный урон. Очень сильный. И под критом очень сильный урон. А вот с дистанцией... Может быть, надо просто привыкнуть. Знаете, это как вот есть устройство из разряда дистанционного подрыва ракет, да? Которым ты, если не привыкнешь, что ты будешь прям очень минимальную пользу, да, приносить. А если ты привыкнешь, то ты будешь прям хорошо наваливать контентику. Так же само может быть и с этим устройством. Если привыкнуть к нему, то у тебя и будет тоже получаться хорошие результаты с ним реализовывать. Но это уже вопрос времени. А так, в целом, конечно, механика прикольная. Механика прикольная. В принципе, даже вот если учитывать дефолтную кувалду, я относительно только недавно узнал о ее механике новой. Потому что, в моем понимании, кувалда там на протяжении какого-то периода времени была прям очень-очень-очень плохой. Да, и потом ее резко поменяли в балансе. Да, и я как-то этот момент упустил. То вот это устройство просто нужно грамотно реализовывать. Нужно грамотно реализовывать. И тогда у него будет возможности для как раз-таки контентовой своей реализации. Ну и сплэш еще здесь есть вкусненький. Хороший тоже очень сплэш урон. От которого тоже можно в теории разыгрывать. Критов бы побольше этому устройству. И я думаю, что тогда бы оно было бы прям максимально ну даже не то, что им балансным, оно было бы максимально полезным устройством для игры. И реализовывать его было бы, я думаю, что точно намного-намного комфортней и приятней. Так, у нас 4 точки под контролем. У меня есть овердрайв. В принципе, тот самый овердрайв, который я могу реализовать. Я вот так вот под 4 точки контролирую позиции. Ну и смотря, где противник у нас сейчас выпушивать будет больше. Да, то есть если... О, вижу, что пушится у нас правая зонка. Оп, сразу сюда. Оп, ауди сразу вжимаем. Да, урон, конечно. Урон, конечно, на расстоянии прям очень плохой. Но криты иногда в моменте, конечно, спасают. Так, 3.40 до конца. 3.40 до конца. Мы на 80 уже ведем. 80-60. 4 точки у нас под контролем. В принципе, если мы будем удерживать 4 эти точки под контролем, то уже где-то через секунд 30 эта катка закончится. Поэтому пытаемся удержать как можно больше точек. И можно здесь сплэшом, да, еще. Ну, такой. 200, конечно, урончик на носик. То есть такое максимально-максимально не при... О, а вот под крита... Кстати, под диктатор такое устройство. Опачки! А под диктатор-то такое устройство. Это контент может быть. Реально. Да, под диктатор. Как-то я не подумал. Под криты, если вкуснятина, то под диктатор будет очень некисло давать. Очень некисло может давать Жазику. Точно, 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 точно. Да, с диктатором оно будет актуально смотреться. Так. Неплохой урончик наносится по мне. 3 точки у нас на контролинге. Четвертую. И четвертую не забираем. Только третью забираем, потому что еще одну боковую. У нас противник забирает. Так, пробуем наносить урон. Меня сливают. 520 очков. 24 кг у нас. За практически 10... А, нет. Ну, даже не практически. За 10 минут. Центральная точка у нас под контролем остается. Ешка тоже под контролем. Пробуем чуть-чуть понаносить урончик по оппоненту. Даже хочется вот так вот со средней. Я всегда привык на грамме играть вот плюс-минус вот с такой дистанции. Да, то есть вот если учитывать там какую-нибудь вакуумные снаряды, то есть вот плюс-минус с такой дистанции, я постоянно играю и накидываю урон на грамме. Да, здесь получается с этим устройством вам надо играть, ну, вот, прям на метре, на метре пятидесяти, наверное, да, противникам. Это уже немножко другой геймплей. Ну, вот с критами, конечно, здесь, да, вкуснятина залетает. Максимально спорное, если честно, устройство, которое требует очень грамотной и качественной реализации, появляется у нас. Да, хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу. Я больше склонен к тому, что все-таки лучше для меня лично использовать вакуумные снаряды. Но при должном подходе и правильной реализации это устройство может делать очень неплохую грязючку, потому что в упоре урон у этого устройства довольно-таки сильный. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Обязательно поддержите данный видос лайком за скорость и оперативность обзора нового устройства. Ну, и также, друзья, конечно же, не забывайте подписываться на канал и подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Вся информация о стримах, ну и до до сих пор live-контент стараюсь вести активно тележечку, поэтому, если интересно, то обязательно подписывайтесь на нее. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!